Ну что ж друзья, доброго всем вам времени суток, как всегда с вами у микрофона Док Браун, а на ваших экранах Терра Онлайн, которая несмотря ни на что была и все еще остается моей любимой MMORPG. Сегодня я постараюсь рассказать о том, как обстоят дела в игре и стоит ли вообще тратить на нее сейчас свое время, или может лучше сразу обратить внимание на что-то другое. В общем, как всегда, будет интересно, так что располагайтесь поудобнее и внимательно слушайте. Но перед началом хочу порекомендовать отличный классический сервер старой доброй Perfect World с версией клиента 1.3.6. На сервере ZPV полностью реализован весь игровой контент, а также стабильный онлайн и экономика. Так что заходи поиграть и вспомнить, как раньше делали качественные MMORPG. Все нужные ссылочки будут в описании. Ну а сейчас давайте вернемся к Терре Онлайн. Начнем с того, что в России игра была запущена в 2015 году и было очень тепло принято публикой. В игре было огромное количество игроков, которое держалось там достаточно долго. И это вполне понятно. На момент выхода Терра Онлайн предлагала многим впервые познакомиться с уникальной нон-таргетной боевой системой и огромным красивым игровым миром, который таил в себе немало опасностей. На момент запуска игра была в меру хардкорной. Всегда приходилось учитывать силу монстров и собирать группу для похода в данж или для охоты на бамов. В то время в игре приходилось не только качаться от данжа к данжу, но и выполнять квесты, а порой и немного стоять на споте для прокачки. И все это в целом было интересно и заставляло каждый день возвращаться в игру. Однако время шло и игра начала меняться. По какой-то причине разработчики стали выпиливать игровые активности, которые многим нравились, и заменять их на новое, совершенно неинтересное и никому не нужное. Более того, игру стали безжалостно казуаливать. И такая тенденция продолжается до сих пор. Стоит сказать, что за последнее время игра потеряла огромное количество игроков. И на данный момент остался только один игровой сервер. Ранее в Terra Online было разделение на PvP и PvE сервера. Сейчас же оставив только один сервер, разработчики попытались угодить всем и последний сервер сделали с возможностью проводить ГВГ, но без свободного ПК, как это было раньше. Но это не единственная проблема. На данный момент, если подвести итоги всех последних обновлений, складывается странное впечатление, что команда разработчиков не знает, что делать с игрой. В игру постоянно вводят какие-то данжи, при этом закрывая старое. Постоянно пытаются сбалансировать игровые классы, ну и конечно же открывают постепенно все классы для элинок. А самое главное, разработчики постоянно заигрывают с игровой сложностью. Как я уже говорил, ранее Terra была в меру хардкорной, однако позже игру настолько упростили, что бамы стали убиваться в соло, а данным же вплоть до 65 уровня можно было проходить в одиночку без каких-либо сложностей. Потом им взбрело в голову вновь сделать старую активность сложнее, но спустя пару обновлений все опять-таки упростили. Как по мне самый пик глупости происходил на момент ввода в игру 70 уровня. Прокачку сделали настолько долгой, что многие попросту стали бросать игру из-за нежелания каждый день попросту защищать одни и те же данжи и истреблять новых высокоуровневых монстров, для которых даже не удосужились нарисовать новые локации. Однако, как и стоило ожидать, спустя немного времени прокачку до 70 уровня стали упрощать и само собой теперь она в разы быстрее. Заточку снаряжения также постоянно меняют и упрощают, чтобы хоть как-то заинтересовать игроков в том, чтобы они шли до капового уровня. На днях на русском сервере Терра будет, кстати, установлено очередное обновление, которое, конечно же, подается как нечто глобальное и невероятно крутое. Однако, к сожалению, это очередная пустышка, которая не добавит в игру ничего нового. Если вкратце, то обновление выпилит из игры 15 старых данжей, но при этом прямо в описании обновы указано, что эти данжи могут вернуться в Терра онлайн, а позже со следующими обновлениями. Также обнова увеличит количество получаемых наград за разные ПВЕ активности. Теперь, закрывая приказы авангарда, задания гильдии, убивая монстров 70 уровня и выше, вы будете получать больше наград, чем раньше. Сделано это само собой, чтобы упростить процесс заточки вашего снаряжения и чтобы вы могли меньше заниматься однообразными убийствами монстров каждый день. Видимо, по мнению разработчиков, именно это нужно игре, а не новый контент и активности. Короче говоря, за последнее время Терра превратилась во что-то монотонное и достаточно скучное. Если вы ранее играли в Терра онлайн, то вполне возможно, что вам будет интересно зайти и поиграть недельку, чтобы лично прочувствовать все те изменения, которые с ней произошли. Многие мои знакомые, особенно сейчас во время карантина, решили вернуться в Терру, однако выдержали они там не больше недели. Те же, кто решил все-таки залитнуть на более длительный период, сами признаются, что сейчас в игре скучно и играют они в нее только потому, что остальные игры им вообще не нравятся. Если же вы новичок, то готовьтесь к тому, что если вы все-таки прокачаетесь до 65 уровня и решите ходить в хард данжи и на арены, то столкнетесь с игровым комьюнити, которое будет вас кикать и спать и без объяснений. А все потому, что возможно у вас неправильно стоят камни или вы не юзаете что-то, что нужно всем остальным. Адекватных игроков, конечно, тоже хватает, но если хотите как-то упростить себе прокачку и высокоуровневый контент, то сразу ищите нормальную живую гильдию, в которую вас примут и при необходимости смогут объяснить, что и как вам нужно делать. В общем, если подвести итог, то я откровенно считаю, что сейчас в Тейронлайн делать особо нечего. И хоть это до сих пор остается, пожалуй, моя самая любимая ММО, лично я в нее возвращаться на данный момент не планирую, вплоть до тех пор, пока там не появятся новые игровые активности. Сразу скажу, что это сугубо мое личное мнение. Сама же игра, хоть и осталась с одним сервером, но онлайн там есть, люди продолжают играть и прямо сейчас там людей даже больше, чем было после слияния серверов. Возможно, виной тому карантин, но факт остается фактом. Ну а дальше, друзья, делайте выводы сами. Если вы хотите поностальгировать по старой доброй Тейронлайн, то обязательно зайдите и поиграйте. А если вы новичок, то заранее подумайте, согласны ли вы будете мириться с однообразием геймплея. И если да, то, возможно, это именно та игра, которая вам нужна. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе всего самого интересного, что происходит в игровой индустрии. На сим откланиваюсь и иду снимать для вас следующий видос. Вам же желаю побольше классных игр и крепкого здоровья. Пока-пока.